Приветствую интернет, приветствую всех зрителей, каждого зрителя, который смотрит данный ролик. Вчера, даже сегодня, можно сказать, ночью сделал опрос, и я смотрю по реакциям, да, людям интересно послушать про убегантов. Не про тех, которые всех достали, вот этих инагентов, Галкиных, Пугалкиных и всяких остальных разных, а про тех людей, которые убежали в самом начале драки, как говорится, побежали, как бешеные собаки, волки, я не знаю, как их назвать. И история, это реальная, то есть много родственников у меня живут в Москве, я живу в Ростове-на-Дону. Но, сразу скажу, что, можно сказать, на заднем дворе у меня происходит вот это вся СВО, и я не собираюсь никуда бежать. Почему решил записать данное видео? Ну, потому что под одним из видео, которое я записал, пришла повестка, очень много там всяких комментариев, плохих комментариев, нормальных комментариев разных. И кто-то говорит, а вот, я ни за что не пойду, мне повестки присылают, я не собираюсь там ни за кого умирать. Ребят, ну, а здесь вариант-то какой? В любом случае, ни один человек на земле за много миллионов лет не избежал могильного холма, либо вот того, что мы называем смертью. Ну, смерть, в моем смысле, это перерождение, перерождение в новую жизнь. Ну, да ладно, давайте ближе к теме. Итак, это история от моей двоюродной сестры, которая давно уже проживает в Москве, и у нее есть знакомая. Знакомая, у которой муж в 22-м году, когда все началось, побежал в сторону Грузии. Он сел на свою дорогую тачку, побежал в сторону Грузии, и вот сейчас уже 16.02.2024, и ни слуха ни духа. Причем он там пропал. Ни машины, ни его, никто на связь не выходит. Запомните, кто куда-то там собрался бежать в сторону Грузии, в сторону Армении, там, либо еще каких-то стран, в Турцию. Ребята, а вы там никому не нужны. Можно сказать, да, я патриот своей страны, я никуда не собираюсь убегать. И я считаю, что если вот такое случилось, если драка началась, нужно бить первым. И я полностью поддерживаю президента нашей страны. И сразу скажу, что голосовать я буду также за него на этих выборах. Как бы вы меня там некоторые либерасты там или всякие разные, не знаю, как вас назвать, как бы вы меня не назвали. И комментарии такие там под видео идут. Я постараюсь закрепить этот видос, что бла-бла-бла, все это фигня. Там, ну, получилось так, как получилось. То есть буквально 7 месяцев назад, когда я уже как бы полностью собрался защищать нашу Российскую Федерацию, случалось так, что мне сделали операцию на позвоночнике. У меня сейчас титановая конструкция стоит там, в позвоночнике. И хожу я еще не очень хорошо. Ну, улучшения есть, как говорится, период реабилитации достаточно длинный после таких операций. Но я ничего не боюсь. Сегодня вот 16.02.2024 вышел на балкон и прозвучал хлопок. Причем такой нормальный хлопок. Я не знаю, где там над Ростовом, где-то что-то, возможно, сбили, как, ну, в очередной раз. Я слышу, и все остальные слышат эти хлопки постоянно. То есть я говорю, что это в соседних огородах. Мы находимся на, ну, на определенном удалении от Донецка, Луганска. Здесь 200-300 километров до Ростова. И я осуждаю те моменты, которые происходят там, на окраине. Вот этот клоун, который вот это все затеял, даже не клоун это затеял, не может паяться, не может артист, не может юморист это все затеять. Все прекрасно понимают, в каком он состоянии и что он из себя представляет. И называть президентом сопредельной территории человека, который немножко неадекватен, это, ну, неправильно, наверное. Это неправильно. И люди, которые вокруг нас находятся, вот те люди, которые, я записываю видео, своих не бросаем, пришла повестка, они говорят, а мы никуда не пойдем. Мы будем жить, срать, жрать и больше ничего не делать. Я нужен здесь. Все помнят, наверное, видеоблогера Дядя Слава «Царство ему небесное», который вот рассказывал об этой ситуации, об этой заварушке, и он поддерживал полностью СВО, и я полностью поддерживаю СВО. И я ненавижу вот всей своей душой, всех тех, которые мы называем, или кто-то их называет звездами, поп-звездами. И вот эти либерасты в виде Собчак, Нарусова и всех остальных, которые также закидывают видосики какие-то и, ну, смуту пытаются внести. Я зашел на «Одноклассники», там такая помойка, мама не горюй. То есть там, я не знаю, как модерируется данный ресурс, но на него заходить я не хочу. Потому что в основном, ну, я так думаю, что с фейковых аккаунтов сидят там товарищи за зарплату и вот эту всю фигню там за всякие видосики закидывают. Это невозможно смотреть. То есть фейков сейчас вокруг нас большое количество. Если вы думаете, что я беру информацию со СМИ там или из интернета, нет, ребят, у меня родственник там воюет. Сейчас на данный момент он приходил на побывку, обратно уехал. Я знаю, что там происходит. У меня знакомые там воюют. Я знаю, что погиб один из тех людей, которых я знал, с которым мы жили в общежитии. Пацан, но он младше меня был, он был на контракте. И когда он погиб там, они с братом там были вдвоем. Брат остался мстить. Знаете, что такое вот именно идеальный солдат? Это солдат, который мстит за своих родных и близких. И он не остановится на этом. Если он будет в живых, он не остановится на этом. Он будет просто мочить и он будет просто убирать этих людей. Те, которые убили его родную кровь. Ребята, задумайтесь. Прежде чем написать комментарий, да пошло все нафиг, я никуда не пойду. Вот мне повестки присылают. Да за это статья есть. Да, пойдешь на зону. Пойдешь на зону, будешь зону топтать. А там таких не любят. Прошли те времена, вот те, когда нам рассказывали, что это за подло, например, там, служить в армии. Прошли те времена. Помните ЧВК Вагнер, когда людей приезжал товарищ и набирал, чтобы смыть крови вот этот позор? Ребят, а времена-то поменялись. И те, кто сейчас против, ребят, вас ждут очень-очень-очень хреновые времена. Если придет вот такое время, что мне нужно будет идти, да я со сломанным своим позвоночником туда поеду и так же буду рвать и метать. Но пока я такого не могу, я пока буду вычислять тех людей, которые здесь. Здесь враги среди нас. Враги среди нас, вот эти жопошники, которые всего боятся. Для которых айфон дороже своей родины. Для которых айфон дороже своей семьи. Я, ну, вот с первого дубля, как говорится, записываю этот видос. И я хочу обратиться к тем, кто пишет, что Борис Маркелов только бла-бла-бла. Да не бла-бла-бла, придите ко мне. Придите ко мне и мы с вами с глазу на глаз пообщаемся. Если не хотите с глазу на глаз, давайте выйдем в прямой эфир, там, в телеграме, либо еще где-то. И вы выскажете свое мнение, а я выскажу то, что я о вас думаю. Поэтому те, кто боится, можете в сторону Грузии ехать. Там вас не ждут. Но там от вас больше никто не услышит. Куда вы там собрались? Латвия, Литва, Эстония? Давайте. Собирайте манатки, берите все, что у вас ценное есть. Единственное, что у вас ценное есть, это ваши внутренности, наверное. С тем, переработанным от еды. Поэтому думайте сами, решайте сами. Я вам историю рассказал, которая реально. Кто хочет спасти себя в сторону Грузии, валите. Все, вас там примут, а вас больше никто никогда не услышит. А в России от этого станет чище и легче дышаться. Поэтому думайте сами, решайтесь сами. Я на этом заканчиваю. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok